Хотела показать вам, как я пополняю свою коллекцию растений разными способами. Я уже говорила, что я подбираю поменьшуюся веточки в магазине, если они упали, выращивая у них целое растение. И я еще, если иду мимо какого-то интересного растения на Комбе и вижу, что оно завязало семена, я их собираю. А у меня такая коробочка интересная. Она, кстати, стоит с осенью, я про нее забыла совсем. Тут увидела, решила вам показать, чего я насобирала. Это было в прошлом году осенью. Я здесь насобирала, значит, семена пеларгонии на Комбе, рядом с кафе, с каким-то. Села пеларгония, плещевидная. И вот она завязала гору семян. Я их все собрала, все, с одной, имею в виду с одного цветочка. Вот у меня получились семена пеларгонии плещелистной. Я вам покажу фотографию. У меня в прошлом году уже такой опыт был. Я собрала семена с белых растений, и у меня получилась совсем другая расцветка. Ну, знаем, да, скорее всего, там был F1 гибрид. А семена, собранные из гибрида, не повторяют материнский цвет, и могут получиться абсолютно любые. Это такая, можно сказать, селективная работа. И вот у меня еще осталось сколько семян. Можно их тоже посадить и выяснить, какого цвета будут растения. И плещевидная пеларгония. К слову сказать, в прошлый раз я покупала пакетик семян, и там было три семечки, они стоили 150 рублей. А вот тут, видите, сколько, и бесплатно. Это семена туи. Я попробую посадить. Мы знаем, что туя, она не повторяет родительские качества. Всегда из семян вырастают дикие экземпляры. Ну, мне просто интересно проверить, как они сходят, научиться их выращивать из семян. Как и можжевельник. Тоже знаем, что очень сложно ягоды можжевельника сходят. И не очень долго зреет. Я потом прочитала, что ягоды можжевельника не совру сейчас. Очень-очень долго поспевает. Ну, это тоже в качестве эксперимента я все делаю. Мне просто интересно научиться выращивать эти растения из семян. Ну, и все, это шелуха у нас получается. В прошлом году еще какие-то семена собирала, но не в эту коробочку. Потом покажу вам, если найду. А вы так делаете? Спасибо.